Хочешь интересных и весёлых видео? Заходи на канал Lion Project. Угарные глюки в игры, весёлые прохождения и упоротые приколы. Всё это ты сможешь найти тут. Как делишко, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, точнее, в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов. И сегодня, ребята, мы будем дальше продолжать ловить покемонов. И я также вам расскажу три новости, которые произошли в этом сезоне. Это можно даже назвать в каком-то роде сюрпризы. Поэтому, ребята, сейчас мы их подробно рассмотрим. А перед этим, ребята, я всем вам даю своё слово. Если вам понравится эта серия, вы можете поставить большущий палец вверх. Если сегодня, за этот день, мы с вами наберём 3000 лайков, я вам обещаю, завтра в 10 часов утра по Москве и Украине я выпущу новую серию Pixelmon. Сразу же завтра. Если вы, конечно, ребята, этого хотите, если вам несложно потратить всего лишь одну несчастную секунду, чтобы поставить какой-то там лайк, ребята, я за это вам скажу большое спасибо. И также в честь благодарности выпущу новую серию уже завтра, а не через пару дней. Поэтому, ребята, задумайтесь. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружу семью подписчиков. И можете рассказывать о этом видео своим друзьям. Можете и скидывать им ссылки. Можете репостить вас на странице ВКонтакте. Я также этому буду, ребята, очень сильно рад, если вам, конечно, не тяжело. А сейчас, ребята, мы будем приступать. И смотрите, что вам я хочу показать. Первая самая большая новость это то, что я словил Ошавота. Ошавота, но, как вы видите, он у нас уже девот. То есть это вторая эволюция. И чтобы вы не говорили то, что я его зачетырил или что-то еще с ним сделал, я сейчас вам, ребята, покажу фрагмент с нашего стрима. Два железа, два редстоу. Так, ладно. Ошавота. Да! Да! Это то, что нам нужно было. Твою мать! Ну, словись ты, зараза, конченная. Это тоже зависит от натуры покемона. Ну, как можно таким... Да! С последнего! С последнего покебола! Тусь! Ох, лично. И как вы видите, я действительно его словил на стриме, ребята. Стрим был в эту субботу. И мы там действительно строили дом. Я сейчас вам покажу, что там у нас уже получается. Мы строили дом, и я словил Дивота. Но как я словил его, я вам чуть позже покажу. Это также нереально крутая история. И, ребята, вы увидите, что мы сможем делать в этом сезоне. Потому что это я вам уже... Это я показывал тем, кто был на стриме. А кто не был, то я покажу, как мы сейчас можем ловить покемонов. И это действительно будет новая и самая большая фишка этого сезона. Так что Дивота мы словили, точнее, Ошавота. Дивот, это уже вторая эволюция. Поэтому, ребята, он у нас уже есть. И это круто, потому что это именно тот покемон. Я хотел водного покемона, чтобы он у нас был вторым. И именно Дивота, Ошавота я хотел. То есть я хотел словить Сквиртла. Это такой минимум, да? То есть если найдем, то я его словлю. Но все же, ребята, я нашел Ошавота. И это еще намного лучше, чем Сквиртл. Поэтому, ребята, ааа, как это круто. Вторая новость, это то, что в эту субботу также у меня будет стрим тут на Ютубе в 3 часа дня по Москве и также в Украине. Мы также будем играть в Pixelmon, будем играть на моем сервере. Будем делать раздачу доната на моем сервере. Поэтому, ребята, приходите в эту субботу. Также я всех вас буду ждать, ребята. Также мы там будем ловить новых покемонов и многое другое. Я всех вас, ребята, буду там ждать. Еще одна новость, это то, что мы немного достраивили этот наш дом в этом сезоне прямо на стриме, ребята. Я уже сделал правую стену, вот как она будет выглядеть. Тут такая небольшая стена. Тут у нас будет такое большущее окно. И тут опять вот такая стена. Тут, наверное, еще раз будет вот такое маленькое окошко. И потом тут у нас будет заканчиваться сам дом. Вот тут. То есть он вот таким у нас будет огромным. Мне кажется, то, что вот таким или даже сможет еще больше, потому что я тут планирую вообще делать какую-то большущую ратушу, что-то в этом роде. Это реально будет, ребята, очень эпично смотреться. Внутри, ну внутри я не скажу то, что что-то много поменялось. Вот тут у нас будет, тут у нас будет кухня, ребята. Тут у нас будет коморочка. Тут у нас будет подъем на второй этаж. Тут также у нас будет подъем на второй этаж. Тут у нас будет гостиная. То есть тут будет телевизор. Тут будут диванчики. Тут будут кресла. Тут будет столик с каким-то там чипсами или еще с каким-то там напитками, да. И, в принципе, тут мы будем отдыхать. За этой стеной вот тут у нас будет лаборатория покемонов. Я уже, ребята, всё это спланировал на стриме в прямом эфире, я общался, советовался со своими подписчиками, поэтому, ребята, все ваши мнения мне очень важны, приходите реально на стрим, я с вами там буду действительно общаться прям напрямую. Тут у нас будет лаборатория покемонов, то есть у нас тут будет фосил-машина, фосил-очиститель, у нас тут будут компьютеры, покехилки, трейд-машины и многое другое, ребята, что только существует в моде на покемонов, поэтому мы тут будем делать вот такую, можно сказать, лабораторию покемонов. С этой стороны я, если честно, ещё точно не знаю, что, я если... Склад, вспомнил, тут у нас будет склад, посередине тут у нас будет ратуша большая и в ней будет наша спальня, да, тронный зал какой-то можно там сделать, а на самом верхнем этаже у нас будет зачаровально, да, мол, в ратуши там прям какой-то маг будем жить и чарить вещички, если это, конечно, нам пригодится. Да, ребята, это действительно круто, но последняя, последняя и самая важная фигня, которую... Хотя нет, это вообще не фигня, это вообще не фигня, потому что, ребята, я сейчас вам покажу, что мы будем делать. И это офигеть, как круто! Я уже перед видео подготовился, я сделал 25 частиц обычного покебола, то есть верхней части, и... Нет, не 24, а 24, не 25, а 24, извиняюсь, что-то у меня прям галлюцинации. И 24 частицы нижнего покебола, ну, покебола, да, что верхняя и нижняя часть. Сейчас нужно ещё... Ну, да. Сейчас нужно ещё кнопочку сделать, мол, это покебол, мы нажимаем на кнопочку, и покебол открывается. Но это как-то... Это как-то вообще не так выглядит, как я хотел показать, а что-то немного по-другому. Ну, да ладно, вы поняли то, что это, ребята, был покебол, да. Да. А, и сейчас, ребята, вы меня спросите, а, Эдисон, ты сумасшедший нахрен, какой жопа покебол? Ты с ума сошёл. Зачем ты делаешь самые конченые болы в моде на покемонов, обычные покеболы, с помощью которых толком никого не сможешь... Как он меня... Так, как он меня убил? Как ты делаешь самые обычные покеболы, точнее, зачем ты их делаешь, если ты сможешь уже сделать хотя бы те же квикболы, которые где-то в 15 раз будут лучше, чем обычные покеболы? А я вам отвечу, ребята, то, что я на этот сезон нашёл универсальный мод на лаки-блоки. То есть, вы знаете то, что мы уже в этом сезоне находили достаточно-таки много лаки-блоков. Мы гуляли, мы гуляли, мы гуляли, и мы действительно находили достаточно много лаки-блоков, потому что... Ой, щас, 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 я сам на тебя нападу, не переживай. Мы находили много лаки-блоков, с них там выпадали взрывающиеся криперы, которые нас убивали, наших покемонов, также с них выпадали куча алмазов, и, в принципе, с помощью этих лаки-блоков мы уже смогли себе насобирать 20 плюс алмазов. Но! Я нашёл универсальную версию лаки-блоков, специально разработанную для мода пиксельмон, точнее, для мода на покемонов. Универсальная версия. Что это такое? С этого момента мы можем начать делать себе покемон-лаки-блоки, с которых будут выпадать различные вещи. Различные вещи. Покеболы, мастерболы, экспешеры и самые крутые шапочки. Это отличная замена тем же боссам, тем же поке-честам, которые мы находим на улице, да и просто, ребята, всем другим модам. Потому что лаки-покемон-блоки это... О! Какое! Но также с этих покемон-блоков, лаки-блоков, мы будем выбивать, конечно же, самих покемонов. И именно вот этот ашавод я его не нашёл. Я сделал лаки-блок. Я его зачарил на 2 алмаза. Вы не ослышались. Я добавил ему 24 удачи. Удачи. То есть совместил поке-блок... Поймать. Вот это сложно выговорить. Я совместил сначала обычный лаки-блок и превратил его в покемон-лаки-блок. Потом вот этот покемон-лаки-блок я превратил в покемон-лаки-блок с удачей. То есть я придал ему 24 удачи. Но чтобы нахер вообще никому мозги не парить, чтобы больше никому мозги не взрывать. Потому что, мне кажется, половина зрителей уже просто сейчас в недоумении сидят и... О чём он вообще там разговаривает? Что он там вообще трендит? Поэтому, ребята, я просто закрою свой ротик. И сейчас убьёт нас вот эта зараза. Мы попробуем убежать. Попробуем убежать. Не смогли убежать. Но ничего страшного. Поэтому, ребята, я сейчас вам покажу, как же мы будем делать покемон-лаки-блоки в этом сезоне. И также в этой серии мы откроем 3 таких блока. Один будет обычный. Второй будет зачаренный на 12 счастья. Не счастья, а на 12 удачи. И ещё один будет зачарен на 24 удачи. Да, ребята. И в первую очередь нам нужно отправиться в нашу шахту. Отправимся сюда в нашу шахту. А зачем? А за тем, чтобы нам взять 24, вот так, 24 камушка. Берём камушек, превращаем в кнопочки. Так, у нас тут верстака нету. Сейчас, ребята, совмещаем 24 верхней части покебола, кнопочки и 24 нижней части покебола. Вот так, ребята. У нас получается 24 покебола. Сейчас, что нам нужно, ребята? Нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно сделать... У нас тут есть редстоун. Мне кажется, тут у нас... Да, как раз есть 3 редстоуна. И как так совпало то, что нам действительно нужно сейчас именно 3 редстоуна. Что мы будем делать, ребята? С помощью вот этого всего мы сделаем себе 3 раздатчика. Да, нам нужны раздатчики. Потому что изначально, изначально нам же нужно скрафтить, конечно же, обычные лаки-блоки. А обычные лаки-блоки также, ребята, крафтятся. Кто не знал, они действительно крафтятся. И в этом сезоне железо нам... Не железо, а золото нам офигеть, как будет нужно. Потому что именно золото мы можем крафтить лаки-блоки. У нас есть 3 лаки-блока, ребята. Сейчас это ставим на место. Нужно будет офигеть, как много золота, потому что это действительно важно. Сейчас, ребята, у нас есть лаки-блоки. Сейчас нам вот эти лаки-блоки нужно превратить в покемон-лаки-блоки. И смотрите, ребята. Это действительно работает. 1, 2, 3, у нас есть 3 лаки, покемон, блока, вот это так тяжело иногда выговаривать, но все же, ребята, сейчас мы будем их зачаривать, сейчас мы будем их зачаривать, что именно нам нужно, берем первый, добавляем, нет, первый будет у нас обычный, но все же, берем второй, добавляем 12 удачи, берем третий, добавляем 12 удачи, ставим еще раз и добавляем еще 12 удачи, то есть смотрите, тут у нас есть 0 удачи на вот этом блоке, тут у нас 12, тут у нас 24, сейчас мы пойдем и откроем вот эти все 4 покемон лаки блока и посмотрим, что же нам с них выпадет, ребята, знаете что, вот мне бы очень хотелось то, чтобы с них выпало что-то крутое, да, мне бы очень хотелось, с одной стороны, но с другой стороны, если какой-то покемон дозаспавнится, что же мы будем делать, что же мы будем делать, у нас же нету никаких блоков, то есть не блоков, у нас же нету никаких покеболов, как же мы сможем словить вот этого покемона, если он все же заспавнится, а я вам отвечу, я сам не знаю, мы его не сможем словить, поэтому, ребята, знаете, что мы сейчас сделаем? А мы сейчас, сколько там нужно? Там нужно 5, значит нам нужно еще, чтобы сделать 10 ультраболов, нам нужно, сколько нам нужно? Я не помню, ребята, нам нужно вроде 20 черных и 10 желтых, поэтому у нас там вроде были, у нас там вроде была костная мука, поэтому сейчас, ребята, вместе с вами мы, конечно, сделаем 10 ультраболов, и знаете что? Знаете что? Я уже даже вот тут, так, тут у нас 12, да, 10, 12, я уже даже вот тут поставлю 1, тут у нас сколько? 2, 3, 3 лаки блока, 0, 12, 24, удачи, да, сейчас, ребята, мы будем их открывать, но только после того, как мы сделаем ультраболы, потому что, как я говорил, если у нас все же сможет заспавнится какой-то покемон, то нам нужно хотя бы постараться его словить, потому что если мы не сможем его словить, то это будет так, как печально, потому что все же, уж, а вот же нам попался, он же нам попался, именно, ребята, с лайки блока, поэтому сейчас давайте мы быстренько добудем себе еще 10 черных, да? Да, да, еще 10 черных, вот так, вот так, а прикольно, вот так сейчас, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9, 10, вот так, ребята, просто шикарно, сейчас мы отправимся вот сюда в шахту и поставим вот это еще раз все на пережарку, и ждем, пока это все, ребята, пережарится, а пока я пойду и сделаю себе нижние части для, ааа, для болов, да, и я уже завершаю вот это все делать, вот так эти 3, хотя, в принципе, знаете что, давайте уже вот это все сделаем, это очень быстренько делается, потому что не зря же мы себе сделали алмазненький молоточек, который фигачит вот эти покемолы, прям, тьфу, расплюнуть, и сейчас, ребята, мне кажется, это уже все тут, ну, как все, не все, я, в принципе, очень быстро даже это все наделал, поэтому, знаете что, ребята, мы уже будем начинать даже вот это делать, да, и почти, ребята, еще осталось 2 частицы, и мы пойдем сделаем себе 10 новеньких блестящих ультраболов, вот так, замечательно просто, сейчас берем, ребята, 10, нам нужно только 10 камушков, и вот так отправляемся, делаем быстренько кнопочки, делаем сами ультраболы, как мы вообще-то, ребята, вместе с вами быстро сделали кнопочки, 10 ультраболов за пару минут, и сейчас, ребята, мы отправляемся домой, и именно сейчас мы будем открывать вот эти супер-пупер лаки-блоки, лаки-блоки, ребят, ну что, начинаем с этого, обычного, да, у нас тут есть репитбол, у нас тут есть сафарибол и 10 ультраболов, на всякий случай, если, конечно, что-то, да кто-то у нас заспается, ну что, ребята, вы готовы открыть первый, давайте, Марилл, ты, конечно, потратил один нам покемон-блок, но все же, ладно, приступаем к следующему, ребята, чертвеньку! Пожалуйста, словись! Мы на шивота потратили целый стак покеболов, и он не словился, потому что он был нереальной паскудой, он просто был нереальной паскудой, настолько то, что я просто-напросто не мог его словить. Мы потратили стак, практически стак различных болов, действительно, ребята, у меня было где-то полстака премьер-болов, и мы потратили на него полстака премьер-болов, 12 ультраболов, и потом еще остальные какие-то там болы, которые у нас были, там, сафари-бол, еще что-то такое, и в сумме где-то действительно стак был, действительно стак был, ребята. И знаете, как я словил Ошавода? С последнего, с последнего примера Бола, который у меня был. С последнего. И почему-то у меня есть такое ощущение, что этот черт ведь все же не словится. Но смотрите, ребята, у нас есть Чаризар, наш любимый покемон. Один из любимых, ладно. Потом у нас есть Ошавод, это именно тот покемон, которого я хотел словить, водного. То есть у нас уже есть огненный и у нас уже есть водный покемон. Но потом, ребята, сейчас нам так повезло, что заспавился еще и Чуртвик. Это нафиг, это нафиг травяной покемон. Аааа, если бы, пожалуйста, если бы мы только смогли его словить, я очень прошу. У нас будет и огненный, и водный, и травяной. Я очень тебя прошу, ну пожалуйста, Чуртвик, Чуртвикушка ты наш. Пожалуйста, пожалуйста. Ну словись ты. Ну не будь паскуда, я... Последний. Да, словил! Словил! Да! Офигеть! Последнего ультрабола. В этом сезоне это такой прикол, чтобы покемоны ловились с последних болов. Это такой прикол в этом сезоне. Так же, как с сошаводом, который словился с последнего премьер-бола. Как видите, действительно он вылетает с премьер-бола, я не обманываю. Кто смотрел стрим, тот меня поддержит. И Чуртвик словился с последнего ультра-мать его-бола. Ребята, у нас 12 серий не было новых покемонов, а сейчас за одну серию я вам преподнес такой сюрприз, что, бум, у нас есть новый водный покемон. И, бум, у нас есть травяной покемон, которого мы получили в этой серии. Но все же мне так не терпится открыть вот этот покемол. А если с него выпадет какой-то еще круче покемон, что мы будем делать? Потому что у нас вообще уже ноль болов. И нам нужно готовиться к следующим поимкам каких-то крутых покемонов. Но у нас нету вообще ни одного бола, ребята. Открываем. Давайте открываем, ребята. У нас уже 1% покедекса заполнен. О, 1%. Ну, ладно. Пожалуйста, пожалуйста. Снизл. Ну, снизл-пизл. Ну, более-менее. Ладно, не такой уж прям крутой. Я бы его, если честно, словил бы, если бы у меня были какие-то болы. Но у меня их вообще нету. Я бы тебя честно словил. Но так как у меня вообще нету болов, я просто тебя отпущу. Но, ребята, это уже победа. Это уже победа. У нас есть огненный, супер-огненный стартовик. У нас есть супер-водный стартовик. И у нас есть супер-травяной стартовик. У нас уже 3 стартовика. Кто там еще остался? Водный, огненный, травяной. Сейчас нам нужно словить электрического, какого-то там Пикачу, или, может, ещё круче. И кого бы ещё словить, ребят? Электрический в этой команде будет 100%. Напишите, пожалуйста, ребята, кого вы ещё хотите увидеть в этой команде. Я предоставляю выбор вам. Пишите, кого вам только хочется увидеть в этой команде. Если честно, мой выбор падает на Сайтера, возможно, на жучего типа. И, возможно, на ещё кого-то. Допустим, Райпериора, каменный, или Агрона, или металлический. Фиг его знает, мы решим это вместе с вами. Вот прямо сейчас, ребята, бегите в комментарии и пишите трёх покемонов, которых вы ещё хотите видеть в этой серии. Допустим, как я уже сказал, допустим, Пикачу, Райпериор, или Агрон, или ещё кто-то. Пишите, ребята, в комментарии, я буду рад выслушать ваше мнение. А сейчас, ребята, мы будем заканчивать вот эту серию вместе с нашим новеньким покемоном. Куда его нафиг? Куда я его кину? Нет, не туда, а вот сюда. Да. Чёртвик, мы с тобой будем вместе заканчивать, ребята. Я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх. Вот такой, только ещё в два раза больше. Вот такой, ребята. Я скажу большое спасибо. Я даю вам своё слово, ребята. Если сегодня на этой серии мы с вами сможем набрать 3000 лайков, то завтра в 10 часов утра выйдет новая серия с Пиксельмоном, ребята. Выбор только за вами. Потрать всего лишь одну секундочку на меня, ребята. Это очень мало, но за эту секунду, ребята, если мы сможем с вами набрать, если мы дружно соберёмся, скидимся по лайку, доберём 3000 лайков, я вам, ребята, обещаю, что завтра будет новая серия. Просто не ленитесь. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Да, ребята, также можете рассказать об этом видео своим друзьям, скинуть им ссылочку, чтобы они посмотрели, и также зарепостить это видео у себя на стенке ВКонтакте. Я также буду очень сильно этому рад, потому что, ребята, приглашайте своих друзей смотреть наше выживание в мире с Покемонами. Ребята, большое спасибо за просмотр, за то, что досмотрели видео до конца. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день, и я каждый день тебя жду, каждый день тебя жду на моём канале на просмотре нового видео. Именно тебя, вас, ребята, приходите, я буду этому очень сильно рад. Ещё раз большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока.